Вот поступил такой вопрос. Мужчина 37 лет, депрессия 8 лет. Лечение венлофоксин 150 мг. Утро, вечерние таблетки Тритика. Вопрос. При сдаче анализов в наркологичке покажут ли результаты, что употреблял якобы наркотики? Если убрать Тритика, то вроде бы не должны. Или есть ли схема лечения антидепрессантами, с которыми можно смело за руль? Вопрос в первую очередь, чтобы спокойно ездить. Зрачки расширены. До начала лечения тоже были расширены. Здесь ситуация крайне неоднозначная. Потому что на самом деле, если вы сдаёте анализы на наличие тех или иных психоактивных веществ, то и у вас почему-то, да, там скрининговые вот эти тест-полоски, допустим, и у вас выявляется тот или иной, та или иная группа наркотических средств, то дальше вы в обязательном порядке сдаёте хроматографический анализ, и он уже точно показывает, что именно у вас есть в организме. То есть, ложноположительные результаты, допустим, на булочку с маком опиоиды, это просто классика жанра. Это практически всегда бывает. Но при хроматографическом анализе, естественно, никакого героина, морфина и так далее, метадона не обнаруживается. То же самое касается антидепрессантов. То же самое касается противовирусных препаратов. То же самое касается части НПВС. То есть, масса препаратов может давать ложноположительные результаты по скрининговым вот этим вот анализам, ИФА-тестам на наркотики. Если положительный анализ, вот скрининговый, получается, то хроматографический анализ уже точно показывает, что вы употребляете или не употребляете, и, соответственно, следует за этим какая-то ответственность или нет. Теперь то, что касается антидепрессантов. Вообще, ГАИ, ДПС, МВД с упорством достойного лучшего применения пытается пропихнуть уже не первый год через Думу норму, чтобы употребление любых препаратов, которые теоретически могут влиять на психическое состояние, на какие бы то ни было функции организма, реакции и так далее, приравнивалось автоматически к употреблению наркотиков за рулем. Никакая логика, что при этом, соответственно, большая часть населения просто вообще никогда не сможет никогда сесть за руль, она не работает. С логикой у нас в этом плане все очень плохо. Пока что, насколько я знаю, такая норма не принята. То есть пока еще, если вы принимаете медикаменты по назначению врача, если у вас есть это назначение, если у вас нет признаков состояния опьянения, то, в общем-то, к вам не должно быть никаких претензий. Правоприменительная практика бывает разная. То есть, если вы попали в аварию и у вас будут определены эти вещества, скорее всего, это будет вам в минус. Если вас просто остановили для проверки, скрининговый тест показал наличие якобы наркотиков, хроматография показала наличие транквилизаторов, не транквилизаторов, а антидепрессантов, но при этом, поскольку вы проходили не просто хроматографический анализ, но и освидетельствование, но при этом при освидетельствовании никаких признаков опьянения, интоксикации, нарушения координации, скорости реакции, внимания и так далее не было, то, опять же, к вам претензий быть не должно. На данный момент, насколько я знаю, пока дело обстоит так. То есть, вы можете принимать антидепрессанты, вы можете водить машину, но если, естественно, они не влияют на вашу скорость реакции, на вашу концентрацию внимания, это, само собой, подразумевается. Понятно, что у каждого из этих средств в инструкции написано, что управление автокранспортным средством или механизмами требуется определенная осторожность. Запрета на, полного запрета на вождение, насколько я знаю, пока нет. Может быть, что-то появилось вот буквально только что, я еще не слышал. По крайней мере, вот у меня такой информации нет. Но, если мы исходим, опять же, из логики, то человек, принимающий лечение по назначению врача и не имеющий признаков опьянения, по идее, не должен иметь никаких ограничений на вождение. Ну, вот логика вещей такая. К сожалению, еще раз повторюсь, в нашей реальности, скажем так, мягко, логика не ночевала. Поэтому ситуации могут быть самые сюрреалистические. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте. Меднаука.нет на нашем канале на портале YouTube.com. Всего вам хорошего. До свидания.